Готовить сани летом, а телегу зимой. И эту поговорку большинство россиян уже не знает. И тут вся загвоздка в том, что время вышибло тех, кто на лошадях, на санях, в деревне, да и в городе передвигался, в тулупах. Ну и о том, как люди без шипованной резины, с одним аккумулятором на 5 лет, на камазовском масле, с дебильными вазовскими краниками печки ездили в 80-х, тоже все забыли. Я вот ездил. То, что было тогда и то, что сейчас, мягко говоря, две большие разницы. Но кое-какие навыки из 80-х имеют место к применению и сейчас. А разговор о подготовке к зиме мы ведем в нашем любимом Автограде. Теплое и холодное. И все для вас. И не надо думать, что в моей любимой Турции нет холодов. Бывает, надо только в горке подняться, там и снег есть. Но сегодня мы не в горке поднимаем, сегодня мы живем на нашей уральской земле. Также на границе с Европой и Азией. Что мы видим? Первый мороз доказали, что люди, как всегда, к зиме не подготовлены. И в результате бензин или газ не заводится, потому что свечки не поменяли. И стартер плохо крутит, потому что не поменяли масло. И, казалось бы, мы показали в этом году много-много разных разнообразных масел. Но вот сегодня и сейчас, оказывается, Автоград официально гибель для ExxonMobil не стоит на месте. И цена расснижена на 15-20%. То есть, Mobil Peak Life, Extended Life и New Life. По цене-то, в принципе, ничем не отличается от тех масел, которые я вам показывал. Да, вот так вот работают. Ну и, разумеется, из своего собственного опыта я скажу, что экономические перетрубации 98-го года настолько конкретно нас зацепило, что я только в последний момент смог себе позволить приобретать и заливать в отдельные автомобили масла Castrol. Достаточно дорогие. Хотя, опять же, что сейчас творится, не может не радовать. Но я ездил постоянно на Эссо. Эссо Ультра. Все мои автомобили прекрасно заводились. Ну и маленькая рекомендация. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль заводился всегда, то в вашем автомобиле должно быть, ну, минимум 6 горшков. И вот, казалось бы, вы подготовились к зиме. Так это на самом деле? Думаю, что нет. Дело в том, что большинство автомобилей имеет повышенное энергопотребление. Если вы решили проехать, допустим, ну, куда-нибудь в районе Уфы, либо в район Екатеринбурга, для того, чтобы потом уже оттуда вылететь в теплые страны, ну, не в Турцию, а в Таиланд или в Индию, то набор автомобилистов вам, в общем-то, будет необходим. Почему? А потому что в течение тех 10 дней, пока ваш автомобиль стоит на стоянке, вы же аккумулятор не выключаете, он может подсесть. В результате вы, вряд ли, заведете. Все-таки холодно бывает иногда по пролету. Поэтому высокоамперные провода с настоящим кабелем. Ну, здесь есть тоже в этом наборе. Ну, и тросик. А, вот. Теперь расскажу, как грамотно все-таки заводить ваш автомобиль. Если все-таки аккумулятор сел, и вы пытаетесь китайскими проводами завестись, вряд ли что-то получится. Надо купить два комплекта проводов, и двумя комплектами проводов, соответственно, понизив сопротивление, вы заведете любой автомобиль, практически любой. Ну, если мало будет, возьмите третий. Вот. Что касается того, как грамотно заводиться, если у вас и аккумулятор подсел, и проводов нету. Ну, трос выручит. Только заводите свой автомобиль, если он на механке, с третьей скорости. Ну, просто третью втыкаете, и все. Тогда заведетесь. Тогда и трос не подвете. Ну, и для гламурных девушек Автоград предоставил еще и вот такую возможность. Вот, смотрите, такие розовые, такие стильные, ништякомские. Четокские. Гламурные девочки, бога ради, этими щеточками сметайте только снег со стекол. Ну, вот, скребочки есть. Потому что, если вы будете покраски щеточками ввести, то, возможно, автомобиль поцарапаете. Так что, гламурные следующие автомобили, ваш гламурный же шуфрук или приятель, вряд ли подает. А, ну, вот, вы купили, допустим, себе автомобиль с кожаными сиденьями. Кожаные сиденья достаточно долго прогреваются, и, ну, скажем так, не очень приятно сидеть на них. О! Рекомендую такой вариант. Ну, для зимы, знаете, меньше понтов будет в стол. Да, и простату у вас будет работать в норме. Ну, тут таких чехлов много всяких. Вот. Ага, что еще есть? Да. И, разумеется, какая зима в городе Магдагорске обходится без активного отдыха. Типа на лыжках покататься. Лыжки водить с собой, ну, как-то, не сроки, не каждый автомобиль имеет достаточный багажник. Вот, допустим, в Мерседесах сложно положить большие лыжи, это вам не Форды. Поэтому, Туле на крышу, если Мерседес чуть постареет, чем современный такой тюнинговый, то этот можно и подешевле. Чуть-чуть от Тера. Ну, и самое интересное, что автомобиль естественно украшает. Аэробоксы. Да. Ну, вот, я как-то залазил в такой бокс. Места достаточное для полстого и большого. Ну, вот. Ну, а насколько это престижно? Ну, я вам скажу так, что в тот момент, когда все плачут и, ну, и с том, типа, вот денег нету, даже старый, ну, достаточно старый автомобиль со спортивным духом покажет вам, что вам, в принципе, на любые экономические неприятности начать. Совершенно естественно, что эра неприспособленных сервисов и торговых точек отходит в прошлое. По сути, неправильно также носиться с купленными маслами, аккумуляторами и багажниками в поисках самого дешевого сервиса и установочного бокса. В Автограде есть своя ремонтная зона и достойные специалисты. Причем на все виды работ цены вполне конкурентоспособные и не космические. Если вы покупаете здесь масло, аккумуляторы, примочки там для зимы, то вы покупаете все это в тепле. Ну, по цене того самого базара, который расположен здесь рядышком. Так что экономить и морозить свои конечности и смысла вам нет. Надо приехать в любое из подразделений Автограда. Будь это советская 160, будь это Марджани 9, будь это, правда, 59 и будь это Северный переход.